А это, друзья, вторая серия. Вторая серия как раз с момента и полностью всё, что было у Наташи Квик. Наташенька, спасибо за тёплый приём. Ну что, смотрим вторую серию. Да, не забудьте, серий будет три, так что это вторая серия. Буквально 25 минут до подъезда к Наташе, к её дому, поэтому буду снимать всё, что можно снять по дороге. Это райончик, где Наташа живёт. Красота здесь у неё просто замечательная. Напоминаю, ребят, мы едем к Наташе Квик. Моя подруга, мой друг. Она живёт в очень уютном и замечательном районе, недалеко от Орландо. Я уже был несколько раз у неё, и мы были даже с семьёй. И Миссанюточка была, и Паша с Машей. Давайте немножко проедемся, посмотрим, как живут настоящие американцы. Знаете, вот это вот и есть одноэтажная Америка. С маленькими замечательными домами, уютными гаражами. Так, здесь вот, я помню, да, здесь налево. Сейчас подъедем к дому. Я ей сказал, что буду к четырём часам, но я чуть раньше уже без пятнадцати четыре. Очень круто. Так, ну-ка, по памяти я вспомню. Да, по-моему, по памяти, по памяти. Господи, что же я всё забываю-то? Сейчас я развернусь. Моя первая остановка. Я впервые остановился из Майами, проехав, блин, там почти триста миль. Я, честно говоря, даже не посмотрел. Ну, вот мы возле дома Наташи. Сейчас мы идём, и я её обниму. Я её крепко-крепко обниму, потому что я очень соскучился. Ну, для многих это, может быть, громкие слова, но я, правда, очень соскучился, потому что мы с ней проводили прекрасные рассветы на океане, встречали с дроном. Но дрона я, к сожалению, не смог взять. Увы, в самолёте там свои правила, заморочки, поэтому я не стал заморачиваться. Пошли. И такой вот рычеёчек прямо у двери жерчит. Я хочу очень ёлку посмотреть её. Никого нет дома. Вот, значит, приехал раньше, договаривались на 4 часа. Ещё целых 15 минут. Блин, привык, что на левой руке. Но я обжёгся, у меня ожёг на левой руке, и я, как Путин, на правую повесил часы. Так, ну окей, подождём Наташу. Сейчас я ей наберу на телефон. Пока жду Наташеньку. Ещё раз покажу вам эту машину, на которой я еду. Вот эта вот машина, это доджик. Это такой доджик. Внутри в нём всё необходимое оборудование, которое позволит делать не просто, так скажем, чистку, да, а именно глубокую дезинфекцию, чистку автомобилей. Ну, их можно делать, как бы, эту чистку для любой машины. Но в Лос-Анджелесе, конечно, и в Калифорнии в большей степени эти работы для владельцев свежих, новых автомобилей, дорогих автомобилей, лакшери автомобилей, спортивных автомобилей. Внутри вот это вот оборудование от компании Lamborghini. То есть, видите, кстати, очень прикольно, что можно чистить машины, траки, мотоциклы, грузовики, инвалидные коляски, дома, самолёты, вообще дома и летающие тарелки в том числе. Вот это, кстати, бизнес очень удобен для людей, которые хотят просто инвестировать. Есть, так скажем, люди, вкладывающие в различные венчурные фонды, которые где, что, чего. А это вот такой обслуживающий Uber. Это Uber, потому что, ну, Uber я имею в виду в переносном смысле слова, потому что это приложение. Вот здесь вот можно увидеть, если найти SteamWash, SteamWash такое есть приложение, вот, видите, тоже со всеми необходимыми делами. Его можно скачать на Android и на iOS-устройство. И клиенты заказывают непосредственно все услуги, оказываемые, так скажем, вот этой вот передвижной мобильной единицей онлайн. И, соответственно, оплачивают их онлайн. И люди, вкладывающие деньги, например, покупают такое оборудование. Мы своим учебным центром обеспечиваем сотрудниками, ну, то есть учим людей, ставим их на линию. Они работают, зарабатывают деньги для инвестора. Ну, соответственно, они зарабатывают для себя, в том числе получая зарплату за выполненные работы. То есть это чистка, мойка машин, химчистка, полировка. У Наташиных соседей там бассейн вот такой вот крытый, сеточкой, чтобы туда не залетало никак мошкара. И новый бэк-ярд. Ничего себе! Ничего себе! В прошлый раз такого не было красоты. Вот зачехлены стулья со столом. Здесь они жарят. Каминчик такой, грильчик. Вот видите, в Америке как берешь такую вот решетку, и все, у тебя готовый гриль. У меня гриль вон там еще есть. Кулман. Кулман. Здорово! Выход такой очень на улицу приятный. И свой лес. Вообще здорово! Нам тогда еще понравилось у Наташи. Здорово действительно здесь. Очень-очень-очень-очень-очень круто. У соседей тоже там бассейн. Спросите, она ходит к ним в бассейн? Вот она, белая Хонда, в которой необычный человек! Необычный! Нет, это запись. Привет! Задержалась, малех, но ничего страшного. Мы поехали как... Привет, мой друг! Как дела? Добрый день. Я видел чекен с чесом. В последнее видео. Да. О, очень-очень-очень. Но я не ем чекен. Дожди, у тебя камера, почему это что это? Дожди, у тебя камера. Это 7+. А теперь только ты этим пользуешься? Конечно. У Наташи дома, 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 дома. Вот. Смотрите, какой повар, который держит кучу-кучу-кучу ручек. Мне больше всего хотелось увидеть ее новогоднюю елку. Мы ее видели в прошлом году с семьей. И очень хотелось посмотреть на эту елочку. Смотрите, вот она, звезда. Все эти огонечки. Красота, красота. Маска совы. Караоке. Помните, мы пели в караоке? Вот этот вот микрофончик. Вот они все прибамбасики. Ой, как же, знаете, какой Наташи маленький барчик такой. Маленький барчик. Такие стеклянные полочки, стулья и чудный выход прямо на улицу в собственный маленький лес. Слушайте, ну прямо действительно такое вот нереальная классная энергетика. Нереально классные ощущения вот здесь вот. Видите? I love you. Нет, здорово. Здорово, здорово, здорово. Давайте быстро пробежимся по дому. Жирафы. Помните жирафов? Помните? Большой жираф уже такой новогодний жираф. Большой жираф новогодний. Но больше всех, наверное, запомнились те слоны, у которых хоботки. Вверх. Ой, господи. Спасибо, спасибо. Мне, кстати, Анютка обещала кое-какое видео сейчас прислать. И я тебе потом покажу. Он готовит рыбу свою. Рыбу? Шикарно. Я сам тут делаю голубцы. Голубцы. Вот, вот хозяюшка. Молодец. Молодец. Долго-долго ехали, в какой-то трафик попали. Авария, объезды и все прочее. Очень приятно, когда приезжают друзья. Намещают. Все-таки ехал из Майами в этот порт. Наташа меня угостила таким вот шпинатиком. Шпинатик и супер-крекеры. Блин, вкусно? Вот так вот, людям, не едящим в мясо. Наташа попросила Винсента разжечь камин. Есть такие вот поленья, поленья, которые разжигаются и очень удобно с одного полена. Я и Наташа с вами. Не кормящая женщина. Да ладно, еще как кормящая. Она сегодня накормила меня такой рыбой, картошечкой. И вот этот вот крикеры были с чем? Каноли. Нет, крикеры вот эти вот, крекеры. Со шпинатом. Шпинат с сыром. О, боже, вкусно, ребята. Сырный шпинат. Прекращайте жрать салями, переходите на нормальную, здоровую пищу. Вот сыр и шпинат. Ну, крикер, крикер, конечно, не полезная, но it's ok, сойдет. Иногда можно. Иногда можно. Итак, погодите, сейчас. Ага, это, знаешь, призрак оперы, призрак оперы. Летучая мышь. О, летучая мышь, я вас сразу-то и не признал. Я хотел бы снять маску с... Сабы. А у тебя она снимается? Да. О, класс. Я еще, я еще, когда приехал, хотел снять. Итак, друзья. Как сова гу-гукает. И головой она делает еще. Нет, не так. Она вот так делает. А ты откуда знаешь? Голос крутит она в лево и право. Не умеет. Ну, плохая я, плохая я сова. Друзья. Всех вас с Новым Годом, с наступающим. Чтобы у вас у всех было все, чтобы вы не пожелали. И пожелали тоже. А в России еще говорят, чтобы у вас все было, и чтобы вам за это ничего не было. Как у нас. И как нам. Как и здесь, собственно говоря, ничем не отличается. Да. Берегите себя. И вот она. Вот она рыбка. Рыбка. Едят и рыбу, и курицу они едят. Мы не покупаем мясо, но курицу едят. Как они называются вот эти вот вкусы? Каноли. Каноли. Итальянские? Вкусные. Такая вот обстановка. Супер новогодняя. Если честно говоря, в одно из моих любимых мест у каминах, а у тебя причем еще такой он очень теплый. Ну да, такой хороший. Здоровский. А он как будто под водой сидит. Видите у нас. Все играет. Все играет. Сейчас будем мучить. А где Дед Мороз, который стол поправлял, чтобы сидит неправильно? Сидит. А, я помню. Да. У меня бы не поджарился бы этот. Трайпод? Трайпод. 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 Они снимали. Глядя. Ну что, ты так... Вот так вот. Слушай... Так мы с тобой туда, по-моему, разговаривали? Ну, может быть, поставишь туда же камеру? Мы просто сейчас пристраиваемся, куда... Наташу поставить. Мне кажется... Туда еще лучше? Туда поставить. Да, да, да. Дай, дай. Вот так вот. Я решил не снимать два одинаковых интервью и сделаю следующее. Я размещу здесь ссылку как раз на это интервью, которое снимет Наташа. Мы сейчас снимем другое видео у тебя. Хорошо. Все. Давайте. Давайте. Елочка, гори. Да. Елочка. Мы с Наташей поснимали видео для ее канала. Ребята, давайте сделаем так. Если честно говоря, я не люблю штамповать, не люблю клепать видосы, знаете, ради того, чтобы просто было видео. Я просто очень хочу, чтобы вы посмотрели это видео, которое мы сняли именно с Наташи на ее канале. Поэтому я размещаю ссылочку под этим видео, потому что я сегодня много чего наснимал, вы это все посмотрели. Но вот реально, перейдите, пожалуйста, сейчас на канал Наташи и посмотрите, о чем мы говорили. И многие те подписчики, которые у меня есть, думаю, что придут на твой канал. Хотя у меня по сравнению с Наташей, так скажем, целых три тысячи подписчиков. Так, ребята, собираем ваши манатки. Переезжаем из-за бугром лайв. Серьезно, серьезно. Мы очень, знаете, как говорится, беседовали серьезно. Ой, слушай, я сейчас покажу, я сейчас покажу его. И я просто сейчас уже буду ложиться спать, отдыхать. Да, ему надо ехать в 4 утра. Я в 4 утра выезжаю в сторону дома. Ехать, сами знаете, долго. К Рождеству приехать, да? К Рождеству очень хочется говорить. Знаете, когда ты сидишь у камина и говоришь о вещах, таких как любовь, искренность, слова эти не просто произносятся, а попадают прямо в самое сердце. Поэтому вот не зря люди очень любят воду, огонь, а третье, наверное, то, как другие люди работают. Только хотела сказать, да, 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 да. Знаешь, да, вот именно многие, не отрываясь, могут смотреть на 3 вещи. Огонь, вода и тот, кто как хорошо. Ну, это уже люди придумали. А вообще-то было, что там было раньше? Огонь, вода и еще что-то. Не помню. Ну, что-то еще было. Как люди работают, это уже придумали. Я не помню. Не смеха. Я правда не помню. Вот поюморить, да, помню. А вот третье, по-моему, на кормящую женщину. Нет, нет, нет. На кормящую женщину. Я не помню. Что-то типа из природы, огонь, вода и еще что-то. Медные трубы. Четыре утра. Я уже полностью собрался в дорогу. Наташенька напоила меня кофем чудесным. Со шпинатом бутерброд сырный. Вообще супер. Наташа, спасибо тебе огромное. Спасибо. Ты нереально. Ты нереально добрый и позитивный человек. Я тебя очень люблю. Вся моя семья тебя любит.